Друзья, всем привет! С вами Татьяна Нагорнова и сегодня я буду первый раз в жизни тестировать косметику от Makeup Revolution. Представляете, я наверное одна осталась на всем зимом шаре, которая еще ни разу абсолютно ничего не пробовала от Makeup Revolution. У нас сегодня на обзоре будет вот такая палеточка теней, у нас будет палетка хайлайтеров в светлом оттенке, а также набор для губ, который состоит из такого бальзамчика и карандаша для губ. Поэтому, если это вам все интересно, погнали уже смотреть, как эти продукты будут работать. Друзья, ну и прежде чем мы начнем, я вас попрошу, пожалуйста, поставьте мне пальчик вверх, подпишитесь на мой канал, если вы на него еще не подписаны, потому что такие простые действия очень помогают развиваться начинающим блогерам, таким как я. Теперь точно покончим с организационными моментами и можем начинать тест нашей косметики. Итак, почему я так долго обходила Makeup Revolution стороной? Ну, во-первых, в моем городе нету магазинов, в которых бы эта косметика была представлена в оффлайновом режиме, то есть не могу я прогуливаясь просто так по рядам, вдруг увидеть Makeup Revolution, такая, ммм, а вот это прикольная штучка, куплю-ка я ее. Поэтому у меня все это время ассоциация была такая, что это бренд, который занимается плагиатом, у меня больше всего так в душу запали их палетки шоколадки, у меня причем была оригинальная шоколадка от Too Faced, я увидела, когда первую вот эту шоколадку от Revolution, я такая, блин, серьезно? Как вы знаете, американцы говорят, are you kidding me? И настолько это все было похоже. И вот как-то у меня с тех времен возникло отторжение этого бренда, хотя теперь-то я уже знаю, что у них уже появились все свои оригинальные коллекции. Например, мне визуально нравится очень коллекция Tasty, и мне нравится вообще как концепт вот этих продуктиков. Я даже думала одно время купить себе кофе-палетку. И давайте уже начну наносить хайлайтер. У меня, кстати, в оттенке Cookies in Cream здесь 4,5 грамма сделана у нас палеточка в Китае. Вот это Cookies in Cream, насколько я помню, это более светлый вариант палетки. И давайте я сделаю два макияжа. В первом как раз-таки буду пробовать вот этот более светлый оттенок с буковкой S. И нанесу его на свои щечки. Очень он, конечно, отражающий. Я по первости даже думала, что это какая-то темноватая палетка хайлайтеров. Но вот сейчас уже в макияже видно, что вот эта буковка S, она очень светленькая. То есть один из злых хайлайтеров, он очень светленький, оттенок такой шампанского. Я думаю, даже очень белокожим девчонкам подойдет. Вот, для меня это даже слегка, наверное, выбеливающий хайлайтер. Но не слишком. Мне кажется, выглядит все очень даже прилично. Слегка подчеркиваю текстуру кожи, но я бы не сказала, что это настолько же безобразно происходит, как, например, в хайлайтерах последних от Vivienne Sabo или от Stellar. Так, чуть-чуть-чуть, немножечко есть такой моментик, но не слишком это все критично. Так, тут все понятно. Во втором макияже попробуем более темный оттенок. Теперь переходим к палеточке теней. И в этом запуске Sof X, это, кстати, уже, по-моему, третья или четвертая палетка, которую Sof делает для Makeup Revolution. Первая выглядела вот так. Ой, где мой палец? Вторая выглядела вот так. И эти палеточки были достаточно знаменитые, но что-то я их тогда не покупала. Сейчас вышла большая палетка, очень цветастенькая, которая выглядит вот так. Но я подумала, блин, у меня есть вторая Норвина, и там настолько потрясающее качество, очень яркие оттенки, что после этой Норвины второй мне вообще другие, даже более дорогие палетки цветные кажутся какими-то, ну, серединка наполовинку, поэтому я даже не стала рисковать и взяла вот такую более нейтральную маленькую палеточку. Ну, и давайте я уже буду начинать с растушевочного вот этого светлого матового оттенка. Как всегда, буду делать свою любимую скучную рамочку. Мне, кстати, блогер SofX очень импонирует. Девушка, по-моему, из Великобритании, но это не точно. У нее просто акцент похож на английский акцент, поэтому, наверное, она где-то оттуда. Я достаточно давно на нее подписана, очень такая миленькая. И это был один из пунктов, почему я этот запуск приобрела. Все-таки мне в том числе хотелось и эту девушку немножечко поддержать, хотя, наверное, она уже давным-давно не нуждается ни в чьей поддержке. У нее очень успешный YouTube-канал. И, насколько я знаю, не один. То есть, как минимум, у нее есть еще второй влоговый канал. Так что она уже такая опытная ютуберша, если так можно сказать. Девчонки, если я что-то произношу неправильно, вы не обижайтесь, потому что у меня есть два высших образования, и оба из них никак не связаны ни с какими языками. Давайте я тем временем вот этот вот более шоколадный оттенок буду немножечко вот так притемняться и наносить по внешнему уголку. Вот, соответственно, я человек антигуманитарий. Если можно найти человека, который не знает ни одного языка, ни русского, ни английского, то это, скорее всего, буду я, потому что я всю свою школу боролась с этим чертовым русским языком. У меня очень, я бы сказала, даже хорошие оценки были в школе, но по русскому языку, как бы я ни старалась, больше четверки я никак не могла получить. И такая же штука была с английским языком, я его всю жизнь учила, занималась на специальных курсах с репетиторами, и, в принципе, в момент своего простоведления, так сказать, лингвистического, сдавала в свое время тесты даже на адванс, но у меня все эти языки в одно ухо вылетают, во второе вылетают, поэтому, знаете, со мной уже бороться бесполезно. Я в этом плане пропащий человек. Так, что могу сказать по нашим оттенкам? Они достаточно сильно пылят, и при наборе на кисть, вот такие ворохи ворсинок, и при наборе на кисть, тут такая целая куча пыльцы вылетает, и при переносе есть такая штука, но, в принципе-то, неплохо выглядит, я бы сказала. Так, давайте, наверное, теперь протестируем какой-нибудь яркий оттенок, и вот это будет момент истины. У нас вот есть оранжевый, желтый и малиновый. Что бы мне сделать? Я боюсь, но давайте сначала сделаем свотчи. Я боюсь, что если я буду набирать желтый и оранжевый без подложки, но вот желтый очень, мне кажется, бросается в глаза, что он супер светленький. Да, давайте, наверное, сегодня я начну с малиновым, а с желтым у нас будет как раз-таки следующий макияж. Так, поэтому набираю малиновый на кисточку. Вот так вот, с жесткой кисточкой поярче, и будем смотреть. Получается довольно прозрачно. Почему-то в мою морщинку тени тоже залипли. Сверху, я думаю, прилепим какой-нибудь топпер, и все вот это скроется. Но сразу могу сказать, что, конечно, это не лучше далеко малиновый оттенок, который есть в моей жизни. Есть у меня оттеночки поярче, в том числе среди бюджетных брендов. Вот, девчонки, я, конечно, пока еще Makeup Revolution не распробовала, но я могу сказать, какие два бренда точно надо всем попробовать в бюджетных. Вот, особенно, если вы живете не в России. Да, потому что у нас с этими брендами есть небольшие трудности по доставке, но я видела даже в Украине ситуация намного лучше, и эти бренды доставляют. Так, первый мой любимый бюджетный бренд – это Juvia's Place. И у них, конечно же, яркие оттенки, они действительно, вырви глазные, яркие. Ну, может быть, на сводчик мы потом сравним. Вот если я бы здесь набрала красный, этот красный просто бы светился из космоса своей плотностью. Очень, конечно, это ярко. Давайте уж, раз уж я начала сводчить дело, давайте сразу сравним. И вот теперь Makeup Revolution. Малиновый набираем рядышком, и вот что мы видим. Я одинаково набирала, я специально как-то не старалась опозорить Makeup Revolution. Просто, ну, это вот действительно факт. Давайте вот прям под наслою. Еще раз натерла я Refill Makeup Revolution, и поверх пытаюсь наслоить. Вот видите, все равно он такой полупрозрачный. Вторая классная бюджетная косметика – это BH Cosmetics. Обожаю просто их. Вот эту твалеточку я тоже тестировала. Мне она безумно просто понравилась. Тут матового, малинового нет, но есть такой с легким шиммером. Давайте мы его тоже сравним. Сюда я нанесу. Вот, вот это у нас BH Cosmetics. В общем, как вы видите, пока что все сравнения не в пользу Makeup Revolution. Я, конечно же, девочки, не спорю. Не надо меня хейтить, что я не эксперт в этом бренде, что там есть классные яркие палетки. Наверняка так и есть. Мы сейчас рассматриваем именно вот эту палеточку Soft X, малышку. И вот в этой палетке яркие цвета, малиновые. И я до этого сама еще пробовала желтый. Так что я про желтый тоже знаю, что это оттенки прям полупрозрачные такие. Они вуально наносятся на века. Но вот какой-то пигмент того цвета, который видно здесь, да, ждать нам не приходится, к сожалению. Тем временем, давайте продолжать. Я думаю, попробую еще оранжевый вот этот оттенок. Опять-таки он пылит. Видите, сколько здесь... Видите, сколько много пыли получается, когда мы кисточкой тыкаем. И я хочу оранжевый пустить по нижнему веку. Так, кажется, этот оттенок у нас уже повеселее. Получше работает, чем малиновый. И это прекрасно. Да, девочки. Вот это уже как раз-таки та яркость, которой я ждала. Которую мы вообще ждем, когда с такими палеточками работаем. Наверное, я этот оранжевый пущу еще вот так вот по границе наших оттенков, чтобы она была как-то поинтереснее. Ой-ой. Начала так делать. И розовый вообще начинает сниматься. Куда-то просто мгновенно на глазах улетучивается. Придется его возвращать назад на свое место. Да, тут придется, конечно, с бубном немножечко поплясать, друзья. Непростая палеточка. И, по-моему, она не такая уже дешевая на данный момент. Я знаю, что на сайте Makeup Revolution просто какие-то супер-мега-грандиозные скидки проходят. Признаюсь честно, я сама в том месяце чуть не сделала заказ на 5 тысяч рублей. И чтобы вы понимали, на 5 тысяч рублей у меня в заказе было 7 больших палеток теней. Какие-то еще хайлайтеры, какая-то еще по мелочи штука. Но вот у них там, конечно же, на сайте супер вкусные цены. И не удивлюсь, если со временем вот эта палеточка будет продаваться там по цене 300-400 рублей. Ну тогда да, наверное. За 300-400 я прям буду одобрять. Так, ну и давайте уже заканчивать наш макияж. Я сегодня, наверное, вот этот золотистый шиммер в уголочек глаза куда-нибудь приткну. Да, вот он уже очень кремовый, красивый, яркий. Никаких у меня просто к нему вопросиков нету. Единственное, знаете, есть такой момент, что он как-то немножечко толстым слоем так намазывается. Не знаю, как вам объяснить. Вот бывает, что есть такие оттенки шиммеры, которые вот так на палец намазываются, как будто они полукремовые. И чувствуется прям толстенный слой на пальцы, и толстенный слой на веки. И они, эти оттеночки, также подчеркивают текстурку. Вот тут такое тоже присутствует. Но, 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 в принципе, все в пределах нормы. Давайте я закончу макияж глаз. И мы с вами вернемся и будем уже тестировать продукты для губ. Ну вот так у меня сегодня получился макияж. Макияжек офигенный у меня тушь теперь есть от Баксом. Прям девочки советую. Единственное, там огромное просто счет еще. Она как бревно, больше чем от глаза четыре раза. Поэтому, если верхние ресницы у меня получается очень красиво накрасить, все очень объемно, длинно, прям великолепно, то нижние я вообще не могу ничего с ним сделать, потому что это просто реально как будто огромным бревном пытаешься прокрасить свои ресницы. Ну да ладно, давайте переходить уже к набору для губ. Это действительно прям идет набором. Такая коробочка, в которой есть два оттеночка. Итак, ура, коробка найдена. Вот так она выглядит. И, друзья, называется оказывается оттенок Candy Icing Lip Liner and Lip Bum. Так что давайте уже приступим. В первую очередь хочу сделать контур для губ вот этим карандашиком. Друзья, очень прилично выглядит карандаш. Я бы сказала, что это очень прилично выглядит карандашик. Я бы даже сказала, что это что-то люксовое. Единственное, у меня вопрос есть знатокам. Друзья, вот он в такой пластиковой, так сказать, обертке, да, то есть это не деревянный, а пластиковый карандаш. И как это точить? Просто засовывать в точилку и точить этот пластик? Я не знаю. Так, давайте, все, делаю контур. Вот так выглядит контур. Это, девочки, такой гелевый карандаш для губ. Приятно им рисовать. Давайте я сделаю для вас вотчик. Ну, карандаш как карандаш. Мне кажется, как раз таки, вот карандаши для губ, это та категория, на которую можно сэкономить. Какие-то супер-пупер дорогие, наверное, даже нет смысла брать, потому что вот Makeup Revolution прекрасно работает, никаких нареканий. И второй у нас продукт, это такой Color Lip Balm. Смотрите, какой красивый здесь яркий арбузный оттенок. Вот так он выглядит. Конечно же, он не настолько яркий. Давайте я вам покажу. То есть такая полупрозрачная, немного гелевая, увлажняющая формула. Ну и наносим это все на губы. Слушайте, очень приятно наносится и приятно выглядит. Мне кажется, у меня как будто губы больше в два раза стали. Может быть, потому что я так контур, конечно, нанесла. Но в общем, мне прям понравился. Оттенок нюдовый, возможно, не слишком хорошо подходит к глазам. Не знаю, я их прикрою. Чтобы вы могли представить, как это все будет выглядеть в более таком нежном макияже, я бы его носила. Вот летом вообще прекрасно. Он не липкий, комфортный, знаете, как такая тонкая крем... Точнее, даже не кремовая, а какая-то гелевая помада. Запаха можно сказать нет. Где-то вдалеке-вдалеке есть какая-то небольшая цветочная душка. Но прям это надо сильно нос свой настроить, чтобы уловить этот тонкий аромат. В общем, вот этот продукт мне, наверное, на данный момент больше всего понравился из всей коллекции. Но давайте не будем делать поспешных выводов, а перейдем в следующий день, когда я делаю второй макияж. Итак, друзья, продолжаем наш обзор на Makeup Revolution. Я уже что-то немножечко забыла, что я вообще делаю, потому что после первого макияжа прошло довольно много времени. Мне кажется, чуть ли не месяц. Вот, поэтому мои даже собственные ощущения немножечко подулеглись. И давайте продолжать наш тест. Я думаю, я решила даже протлить наш тест. Я хотела сначала два макияжа показывать. Решила все-таки три макияжа показать. Давайте тогда, недолго думая, начнем уже наш тест. Сегодня я буду краситься самым светленьким хайлайтером. Вот этим с буковкой S. Кристуру подчеркивают. Но сияет неплохо. В принципе, если очень хочется что-то купить, а финансов нет, то можно и Makeup Revolution рассмотреть. Тем временем, давайте я просто бальзамчик нанесу без карандаша. Посмотрим, как он будет выглядеть. Как-то вот так выглядит. Мне кажется, довольно нежно и интересно по летнему. Хотя по поводу увлажнения у меня есть сомнения. Мне кажется, какого-то глобального увлажнения вот этот бальзамчик не дает. Хотя мне сложно судить. Потому что у меня губы не сохнут никогда. По крайней мере, когда я слежу за уровнем своих жирорастворимых витаминов. За уровнем омега-3. И если у меня начинает даже зимой чуть-чуть губы подсыхать. Начинают появляться шелушения. Начинают руки сохнуть. Я сразу понимаю, что так, Танюша, надо снова начинать пить омега-3 в хороших дозировках. Так, первый у нас был макияж яркий. Поэтому сегодня я сделаю нюдец. Давайте начну, как всегда, вот с такого растушевочного, бежевенького матового оттенка. Сделаю им рамочку. Два движения у меня получилось. Но мне кажется, в первую очередь, это заслуга моей вот этой кисточки. Это китайская кисточка из голубой белки. Вообще за 300 рублей. Она такая большая, но я ее люблю за то, что ей реально, смотрите, насколько все быстро и легко получается. Такая форма прям идеально подходит, чтобы вот эти рамочки все рисовать. Она и остренькая с одной стороны, и пушистенькая с другой стороны. В общем, кисти мягчайшие реально в нее выручает. Блин, ну как этот революшн, конечно, пылит. Друзья, я к такому не приучена. Легонько пройдусь этим же оттенком по нижнему веку. Ну и давайте сегодня сделаем бронзовую богиню. Поэтому тепленький такой будет макияж. Возьму вот этот более теплый коричневый темный оттеночек. Он тоже матовый. Нанесу его на внешний уголочек. Осыпашки у нас присутствуют, но в небольшом количестве. Хотя, друзья, я тот человек, вы видите, я даже никогда кисти не стряхиваю. У меня есть какая-то магическая суперспособность, что у меня практически никогда осыпаний нет. Если у меня что-то осыпалось, значит там совсем дело труба. И вообще этим теням, скорее всего, значит больше уже ничего не поможет. У меня сегодня все так быстро идет. Ну, представим, что это макияж очень быстрый с утра на работу. Так, все готово. И остается последний оттенок. Это наше золотишко. Оно супер-пупер масляное. Вот так выглядит на пальчике. Я его хочу нанести прямо на центр. И то же самое золотишко нанесу по центру нижнего века. Ну, вроде бы как я закончила, но так скучненько у меня все это получилось. Давайте попробуем сделать яркий акцент на внутреннем уголке. Для этого возьму я жестенький вот этот оттенок цеплячий. И попробую его на внутренний уголочек набить. Да, это будет сделать не очень легко. Он полупрозрачный. Конечно же, в идеале его на подложку желтого карандаша. Но мы сегодня попробуем обойтись без него. Посмотрим, как же это будет выглядеть, если как будто у нас желтого карандаша нет. И, кстати, желтый карандаш его не так что и легко найти. У меня вот, например, есть только один единственный. Желтый карандашик от Lamelle. И я его берегу, как зеницу ока. Потому что если он у меня исчезнет, то все. Я не знаю, как мне потом придется справляться с этим цветом. Ну, в принципе, в принципе, вот так понабивать его это возможно. Конечно, оттенок какой-то не очень чистый получается. То ли зеленцой. Ну, да. Не очень чистый. Но, в принципе, я бы сказала, что это выглядит довольно прилично. Ничего там супер ужасного такого нет. Давайте я, наверное, сделаю подводочку. Накрашу ресницы. И макияж номер два под кодом названиям NewDets.com будет готов. Друзья, готово. Вот такой макияж получился. Мне кажется, получилось вполне себе неплохо. Я сделала коричневые стрелочки своей самой любимой подводкой от Benefit. Я накрасила глаза коричневой тушью. И мне кажется, действительно получился такой нежненький-нежненький нюдец. Что хочу сказать. Было ли мне сложно делать этот макияж? Нет, не сложно. Будет ли тянуться у меня рука повторить когда-нибудь этот замечательный мейк? Вряд ли. Если честно, вблизи выглядят неплохо, но ничего такого вау нет. Ну, может быть, когда-нибудь я такое, конечно, и сделаю. Но такой же макияж можно сделать одной тысячей 700 миллиардов палеток различных. И мне кажется, если честно, вот на данный момент, когда скидок нет, цена на эту палеточку немного завышена. Но давайте мы еще сделаем последний самый макияж мой. И уже с вами перейдем к выводам. Друзья, я все смыла и снова к вам вернулась. Давайте сделаем последний макияж. И уже точно я прям все-все-все расскажу вам. Все свои мысли. И давайте начну с хайлайтера. Теперь я буду использовать хайлайтер потемнее. Такое ощущение, что вот этот, который потемнее, он, конечно же, у нас поярче. Хотя, может быть, дело и в кисточке. По текстуре он примерно одинаковый. Я думаю, что белоснежка, может быть, этот темненький хайлайтер будет, ну, чуть-чуть-чуть темноват. Хотя, вот, мне кажется, ну, не знаю, он достаточно такой, видите, бежевый. И не дает такой уж явной серой полосы. Бежевый хайлайтер, на мой вкус, лучше как-то даже в кожу уходит, чем... Хотя, может быть, у меня, потому что не такая светлая кожа, чем ярко-белый. На мне ярко-белые вот чаще дают полосу. Я тут с хайлайтером, конечно, переборщила. Давайте чуть вот это смягчу кисточкой с бронзером. Вот, другое дело. Ну, хайлайтер, в принципе, неплохой. Я знаю, что Makeup Revolution, они вообще своими хайлайтерами славятся. Может быть, я слишком строга к этому бренду, как вы думаете? Вообще, напишите, пожалуйста, в комментариях, что мне можно попробовать из Makeup Revolution. Я заглядывалась на палетки с Neth блогером, особенно для глаза, для лица. Там тоже какой-то миллион различных хайлайтеров прикольных. Мне еще понравились палеточки, как всегда, начиная с холодного растушевочного. Мне еще понравились палеточки из серии Tasty. И в шоколадке мне понравилась желтая, по-моему, там довольно интересные цвета. Друзья, ну холодный растушевочный прям неплохой. Третий раз я его уже использую и, в принципе, довольна результатом. Так, теперь я хочу сделать что-то более холодное, да? Хм, точнее использовать вот эту сияшку по центру. И остается нам вопрос, как же нам ее приткнуть, если из всех цветов мы еще не использовали только вот этот оранжевый, по сути. Куда деваться? Будем их заставлять подружиться между собой. Дорогой оранжевый, у тебя нет выбора, потому что наша задача протестировать здесь все. Так, а знаете что, давайте я оранжевый попробую на нижний век нанести. Кстати, на кисточку смотрите, как он ярко набрался. И погнали. На кисточку ярко, а на глазу, ну такое. Ну, и во всем надо видеть плюсы, видите? Иначе не будет сильно спорить с холодной сияшкой. Немножечко притемнюсь вот самым темным коричневым. Так, глазик у меня начинает уже плакать. Но ничего, нам осталось совсем чуть-чуть. Я беру сияху. Как говорит мой сын, у него все вот так. Игруха. Что еще? Картоха. Ну вот, а у меня будет сияха. Кстати, неплохо подходит. Даже под тепленький макияж. На удивление, друзья. Я даже не ожидала. И вообще, эта сияшка, она прям такая классенькая. Добавила уголочек. Ну и все, девочки. Остается мне только сделать реснички. Подвести карандашиком глаза. И я вернусь к вам. Хотя нет, девочки. Давайте я вернусь к вам уже сразу с карандашом. Постараюсь наоборот сейчас губы сделать поярче. Полностью заштрихую все карандашом. И вот тогда-то мы увидимся в следующем кадре. Друзья, ну все, я закончила. Вот такой у меня макияж сегодня получился. Уже начинает очень сильно течь вот этот уголок. Потому что второй макияж. И мои глазки уже с этим не справляются. Поэтому не будем туда смотреть. Давайте смотреть на этот глазик. Я подвела нижний век зелененьким карандашом. Не очень все, наверное, получилось в этом макияже. Но главное, что мы видим, как красиво работает сияшка на подвижном веке. И я готова уже приступить к нашим выводам. Итак, погнали. Друзья, ну что я могу сказать по поводу этой коллекции? Долго я что-то ходила вокруг да около этого Makeup Revolution. Давненько он уже продается в России. Хотя я даже помню времена, когда он только продавался на английских сайтах. И я когда-то давно даже чуть не сделала заказ из Англии, когда он только появился. Всю жизнь меня отталкивало то, что у Makeup Revolution очень много вдохновения другими брендами. И, друзья, я не понимаю, зачем этому бренду Makeup Revolution это вообще нужно. Потому что у них вполне неплохо получается выдавать хорошие результаты самостоятельно. У них есть классные коллекции. Вот это Tasty опять-таки очень оригинальное. В общем, много там у них разного всего они уже наделали. Мне кажется, поп своей плодовитости, Makeup Revolution ничем не хуже, чем, например, Colourpop. Но, если честно, по качеству я видела, другие девочки говорили, что у них раз на раз не приходится. Надо прям очень пристально смотреть обзоры, погуглить, посмотреть, какие вообще есть рейтинги на других сайтах у каждой конкретной палетки. Бывают у них прям звезды, а бывают откровенные провалы. Что же по поводу вот этой коллекции Soft X? Я сейчас проверила. Все продукты здесь стоят одинаково по 680 рублей. То есть палетка 680, хайлайтер 680 и наш наборчик из бальзама с карандашом тоже 680 рублей. И, друзья, вот не могу отделаться от мысли, что все-таки для этого качества, ну, по крайней мере, вот палетка для глаз, это точно дороговато. Казалось бы, Танюша, ну 680 рублей, ну что ты еще хочешь? Куда можно дешевле? Куда можно еще сделать дешевле? Ну, друзья, ну качество какое-то такое, я не знаю. Ни шатка, ни валка. 100% я буду от этой палетки избавляться. Дам своей маленькой племяннице, которая любит играть косметикой. Но на себе я не вижу, при том, что я прекрасно отношусь к бюджетным брендам, у меня в коллекции есть настоящие звезды из бюджета. И, кстати, скоро я хочу как раз-таки для вас такое видео снять, мои находки из бюджета, которые вообще ничуть не уступают люксу. Здесь же формула очень пылящая, полупрозрачная, да, вот возьмем даже вот эти вот яркие типа оттенки, когда мы делаем сводчи, ну вот так это все выглядит. И я вам уже в самом первом ролике, по-моему, показывала, ну давайте вот ради просто любопытства заново сделаю сводчи тех же самых оттенков из Анастасии в Беверли-Хиллз. Ну вот, сделала тоже просто один свайп, палеточку мою Норвина, номер 2, вот такую голубую. Есть много ярких оттенков. И, конечно же, я понимаю, что не у всех есть 5000 рублей покупать вот такую дорогую палетку. С другой стороны, вы и с этой палеткой безумно сильно намучитесь, если захотите сделать яркий макияж. Тут только на подложке, цветных карандаши набивать, 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 набивать. И то не факт, что цвет будет ярким, и то не факт, что не будет пятнить. В общем, друзья, очень большая вероятность того, что вы намучитесь. Поэтому, не знаю, я бы, наверное, либо подкопила денег на более дорогую палетку с красивыми яркими пигментами, либо, может быть, на Алиэкспресс что-то посмотрела, либо в том же Colourpop. Кстати, многие говорят, что в Colourpop очень классные яркие палетки. У меня ярких палеток от Colourpop, к сожалению, нет. У меня на данный момент только вот такая йода, которая очень пигментированная и классная. Затем, что еще у меня есть из классного бюджета? Это мои любимые BH Cosmetics. BH, все почти палетки обалденного качества. К сожалению, наверное, у меня прям точь-в-точь таких же цветов здесь нет. Но давайте попробую найти что-то похожее во всех своих палетках. Ничего найти не удалось, поэтому давайте просто посвочим вот этот розовый и вот этот нежный зеленый. Так, чуть наехал сводчик. Пожалуйста, розовый и зеленый. Ну и последнее, что я смогла найти, это моя палеточка от Tarte с Adlaan Marine. Она до сих пор продается. И у нас здесь есть желтенький цвет. Кстати, эта палетка стоит абсолютно недорого. Я не знаю, несмотря на то, что здесь сколько, 9 из 11 оттенков, она стоит дешевле, чем такая же большая палетка от Makeup Revolution, коллаборации Sof X. Вот давайте желтенький. Какой здесь? Вот он у нас яркий. Кстати, почти такой же яркий, как в Анастасии. Ну и с Makeup Revolution просто желтый не идет ни в какое сравнение. Поэтому, друзья, не знаю, я бы не советовала именно палеточку теней. Если вы не хотите с бубном танцевать и мучиться, есть полно бюджетных классных аналогов. Что по поводу вот этих хайлайтеров? Хайлайтеры неплохие. Я, кстати, подзабыла, но оказывается у меня не самый светлый оттенок. Для супер белоснежек есть такая же палетка в более светлых оттенках. Но, опять-таки, это не тот продукт, ради которого стоит делать заказ в Англии или на Beauty Bay. Друзья, расслабьтесь и пропустите. Да, а лучше купить там той же подружке в магнит косметики, хайлайтеры от Stellar, от Wet n Wild, от Vivienne Sabo. Ребята, вообще ничем не хуже, ничего здесь уникального нет. Текстурку кожи подчеркивает, хотя сияет довольно неплохо. Ну и единственный продукт, который мне действительно понравился, которым я буду пользоваться, скорее всего, даже за кончу, это продукты для губ. Здесь у нас неплохой нюдовый карандашик, гелевый, прекрасно рисует, формула мягкая, комфортная, вообще никаких претензий цвет. Вот я, кстати, сейчас чисто карандашик нанесла без бальзама. Можете посмотреть, он такой рыжеватенький, оранжеватенький, но для тех, кто любит такие оттенки, прекрасный карандашик. Бальзам полупрозрачный, летний, все с ним хорошо, кроме того, что, ну по моим ощущениям, нет в нем вот этого увлажнения. Поэтому, суммарно, за всю коллекцию Revolution Soft X я ставлю тройку. Я потратила на нее, сколько выходит, около 2000 рублей. Я считаю, что эти деньги были потрачены зря. Порой стоит лучше накопить или заморочиться с заказом сайта, ну того же, если заказывать с Beauty Bay, заказать в Beach Cosmetics. Вот у них еще ни разу у меня не попадалось никакого провала. Здесь же прям это какая-то русская рулетка, никогда не угадаешь, что получишь. Вот, наверное, на сегодня это все. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы мне посоветуете от Makeup Revolution. Возможно, я просто неправильные продукты выбрала, поэтому у меня такие смешанные чувства. И вы мне посоветуете что-то крутое, от чего я просто останусь в восторге. Я буду очень рада вашим советам. Ну а на сегодня это все. Большое спасибо за ваше внимание и всем пока!